Все чаще с неба слышу лай, он сыплется, как звездный дождик. Собаки попадают в рай, и нас там ищут безнадежно. Доброго времени суток всем. Добрые мои волшебники, с вами волонтер бездомных животных, приветствори добро, Наталья. Спасибо огромное всем, кто откликнулся на особенных детей. Долг погашен, питание погашено, а теперь у нас остается клиника. Клинике долг 65 тысяч. Когда я спасала Честера, я обращалась к вам ко всем. Поможем спасти собаку? Вы сказали все, да, Наталья, спасайте. Я спасла, я спасла с вашей помощью, но, к сожалению, почему-то мы забываем о том, что в клинике, в клинике лечатся наши животные. И сейчас, на вчерашний день, Тамара Михайловна прислала, что наш долг в клинике 65 тысяч. Я очень прошу вас открыть ваши сердца и помочь нам теперь оплатить клинику. Ну, а сейчас я немного вам расскажу, что такое волонтер, что такое волонтер от Бога. Волонтеры не рождаются, волонтеры становятся. И кто-то писал, почему мы не знаем этих волонтеров. А вы нас и не узнаете, девочки. Мы волонтеры. Волонтер? Давайте будем смотреть на вещи реально. Есть работники, которые работают, спасают за деньги. И есть волонтеры, которые просто волонтеры. Я не беру, еще раз говорю, я не беру деньги за передержку, да, у меня не потоком. За 9 лет, за 9 лет у меня съеден первый автомобиль, у меня съедена вся квартира. Я даже не могу вам показать, в каком состоянии моя квартира и как я живу. Потому что в моем городе нет ни одной передержки. На город с населением 30 тысяч человек, я один и единственный волонтер. И это не слова. Это не пустые слова. Я достаточно практичный и честный человек. Я всегда думаю о том, что я говорю. Я очень хорошо умею разбираться в людях. Спасибо за это, наверное, моей работе, когда я работала 12 лет водителем в такси. 7 лет. А вы обо мне никто не знал. Никто. Только благодаря YouTube-каналу вы обо мне узнали. У меня была соцсеть в группе в Одноклассниках. Это все, на что у меня, наверное, хватало времени. Ну и вообще, я, знаете, хочу сказать, мое призвание спасти, помочь, отвезти. Покормить приют – это мое. Это мое, потому что я этим живу. Мы отказываемся от всего, становясь волонтерами. Для того, чтобы развивать YouTube, нужны большие деньги. Нужна большая команда. Это администраторы. Человек, который будет делать, монтировать ролики, заливать их на канал. Стоимость одного ролика, почитайте в Яндексе, от колеблется от 7 до 15 тысяч. Чтобы найти работников на соцсети, они тоже просят немалые деньги. В среднем это от 30 тысяч. Люди просят для развития соцсетей. Но у нас нету нашего приюта, таких финансов нет, к сожалению. И людей, готовых бесплатно работать, их тоже мы найти не можем, к сожалению. Да, знакомых много, но у всех свои работы. Все зарабатывают себе деньги на жизнь, и поэтому, к сожалению, в России происходит все именно так. Поэтому вы не знаете о нас, волонтерах, которые круглосуточно не спят, которые могут ночью по звонку вскочить и поехать, где просят помощи. С 18 на 19 я кормила в очередной раз животных. Вы знаете, в России сейчас были жуткие метели. У меня застряла машина. По колено, к сожалению. Сейчас с двух до четырех. Копала-копала, и поняла, что бессмысленно завтра придется нанимать трактор. Сейчас вызываю такси, еду домой. Не успев доехать к дому, мне позвонил знакомый парень и сказал, что в районе молокозавода отравили щенка-подростка и трех щеночков. Просил помощи. Три часа я боролась за жизнь малышей. Три часа я боролась за жизнь малышей. Щенок, который у женщины на коленях, у него дважды была остановка сердца. И знаете, в этот момент нет возможности снимать, потому что ты одна. Ты борешься за жизнь ребенка. И не до съемок, поверьте мне. У меня нет стрим-камеры. У меня нет, я еще раз говорю, у меня нет ноутбука. У меня даже нет планшета. Единственное, что у меня есть, это телефон. Но держать телефон в руке и помогать животному, это несовместимо. Всегда кто-то с кем-то ездит. А я одна. Услышьте меня, что на весь город с населением 30 тысяч человек. Я одна. Да, у нас население, это где-то 20 процентов добрых, хороших людей, бабушек, которые кормят, подкармливают животных. Остальное, еще раз говорю, я живу в городе мертвых душ. А мой город хуже, чем Якутск. В разы. У меня за год вытравлено 600 сапог. Хуже, чем Якутск. Услышьте меня. В Якутске достаточно волонтеров. И достаточно хороших людей. Посмотрите канал Якутск Лайф, где волонтеры, реальные волонтеры об этом говорят сами. Город разделился на две части. У меня, к сожалению, все по-другому. И я благодарна Господу Богу за то, что я хорошо вижу людей. Я умею разбираться в людях, потому что у меня есть душа. Душа, и я умею чувствовать, чувствовать, сопереживать, плакать, спасать на грани возможных и невозможных. И буквально я спасла малышей, и мне поступает новый звонок, и говорят Наталь, отравили собак. 11 взрослых собак. 11. У меня две руки. К сожалению, из 11 удалось спасти только двух ребят пушистых облачков. Там были еще щенки и подростки, которые родились только в июне. Вот так вот я живу. И я не могу бороться одна с этим миром. По всей России. По всей России происходит то, что убивают и травят. Только вы об этом не знаете. Мы сидим потихоньку, копаемся. А вы об этом не знаете. 600 собак, это только которых знала я. А может и больше. Вытравливают, добивают до конца. Добивают, просто добивают до конца последних из выживших. Не щадят даже щенков. 7 лет вы обо мне не знали. 7. Я работала в такси круглосуточно. До 5 до 6 утра. Я приезжала домой, спала до 10. И ехала опять на смену, чтобы прокормить приют. Да, я занимала кредиты. Я залазила в долги для того, чтобы только тянуть свой приют. Но Господь услышал мои мольбы. И подарил мне ангела-хранителя, честнейшего человека, Мариану Базилевичу. Мариан, еще раз говорю, спасибо тебе огромное за то, что ты есть. Поэтому, поэтому так часто вы не знаете о нас, волонтерах. Нашей жизнью, мы живем жизнью спасения. Постоянного спасения. Иногда нет сил даже поесть. Вот честно. Я приезжаю, и у меня нет сил на то, чтобы покушать. Я просто ложусь спать, чтобы поспать хотя бы лишние. Лишние 2-3 часа. Вот так нынче живут реальные волонтеры. И всегда говорю Господу Богу, спасибо за то, что ты научил меня разбираться очень хорошо в людях. Я имею свое мнение. Я имею свою точку зрения. И я очень хорошо понимаю людей. Кто чем дышит и кто из себя чего представляет. Да, нас на канале много. Помогают единицы. Но помогают именно те, я читаю ваши комментарии, кто честен сам с собой и честен со своей душой. Я всегда говорю, больше всего в людях я не навижу ложь и лицемерие. К сожалению, в России, в России народ почему-то гниет. Простите меня за мой такой крик души, но очень много лживых и лицемерных людей, не имеющих свое видение и не имеющих свою точку зрения. И мне вас не жаль. Потому что такие люди не способны на любовь. Не способны. И это я уже тоже прошла. Как я всегда говорю, у человека должна быть красивая душа. А чувствуем мы именно душой. Поэтому я всегда обращаюсь к вам и прошу помощи на то, чтобы расширить приют. Если бы у меня позволяло место, я за эти бы собаки были бы сейчас живы. Вот эти 11 собак были бы живы, потому что вела я их со щенка. Но, к сожалению, поместить мне их некуда. Было бы больше народу, я смогла бы больше их спасти. Но у меня две руки. К сожалению, и только двух я спасла. А теперь я обращаюсь к вам, моя такая большая дружная семья. У нас долг большой в клинике. Большие проблемы у Фили. Филю придется, это будет в следующем ролике, забирать меня с Калуги и везти в город Рязань. Но пока я не оплачу клинику, я не смогу помочь Филе. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют в Творе Добро, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok